Девушки отдыхают Третьего называют виноградиной, даже лошади, запряженные в карету. Собственно говоря, не лошади, а скорее огурцы. Ну, а сам Чиполлино, кто он такой? Это мальчик-луковка, обыкновенная луковка, потому-то так его и зовут, ведь Чиполло по-итальянски значит лук. С мальчуганом Чиполлино приключилось немало интересного. Начать с того, что в один прекрасный день, впрочем, вы сейчас сами все узнаете. Я веселый Чиполлино, вырос я в Италии, там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, фиги и так далее. Но под синим небоскланом я родился луком, значит, дяду Чиполлона, значит, дяду Чиполлона, прихожусь я внуком. У отца детишек куча, шумная семья, Чиполетто, Чиполуча, Чиполатто, Чиполача и последняя. Чиполлино был сыном Чиполоне, и было у него семь братьев Чиполотто, Чиполетто, Чиполуча, Чиполача и так далее. Чиполетто, Чиполетто, Чиполуча, Чиполатто, Чиполача и последняя. Чиполотто, Чиполетто, Чиполуча, Чиполача – самые подходящие имена для честной луковой семьи. Люди, они были хорошие, надо прямо сказать, но только не везло им в жизнь. Что ж поделаешь, коли родишься луком, слез не оберешься. Чиполоне и все его ребятишки жили в деревянной лачуге, чуть побольше ящика для огородной рассады. Если и случалось богачам попадать в эти места, то они только морщили нос и ворчали. Ах, как несет луком! И приказывали кучеру ехать быстрее. Однажды эту бедную окраину собрался посетить правитель, принц Лимон. Придворные очень тревожились, не причинит ли луковый запах беспокойства носу его высочества. Особенно волновался старший камергер. Пресвятая Мадонна, что скажет его высочество, когда почувствует запах бедности? Ах, его высочество! Его высочество такой чуткий нос! Чуткий нос! Такое тонкое обоняние! Можно было бы опрыскать бедняков духами. О-о-о! Славная мысль! Эй! Кто там? Отправись на окраину дюжину солдат, бравых Лимончиков! Только пусть они на этот раз оставят дома свои пушки и сабли и возьмут с собой бедон из одеколонов. С фиалковой эссенцией! С фиалковой эссенцией! С фиалковой эссенцией! И лучшей розовой водой! Три-четыре-пять! И вот солдаты приказали всему луковому семейству Чаполоне, его жене, сыновьям и всем родичам выйти из домишек, построили их в ряд и хорошенько опрыскали с ног до головы прохладным одеколоном. Бедный Чаполин от этого ща же простудился. Не успели солдаты-лимончики выкупать, как следует всех жителей окраины, как прибыл сам правитель, принц Лимон, со всей свитой лимонов, лимонишек и лимончиков. Три-четыре-пять! Три-четыре-пять! Три-четыре-три-четыре! Три-четыре-шесть! Принц Лимон был с головы до ног одет во все желтое. На шапочке у него побрякивал золотой колокольчик. У придворных лимонов колокольчики были серебряные, у солдат-лимончиков бронзовые. Можно было подумать, что пришел бродячий оркестр. Чиполино! Чиполино, сынок! Где ты? Меня толкают! Я здесь! Огент! Его высочество, принц Лимон! Эбиво! Эбиво! Не набирайте, братцы, назад, назад! Что такое, что такое? Принц Лимон. Кто такой? Послушай, старик, чего ты так кричишь? Я кричал назад. Ах, назад! Тебе может не нравиться, что мои верноподанные жаждут увидеть меня? Ваше высочество, мне кажется, что этот старик опасный, мятежник. Ага! Что ж ты молчишь, старик? Отвечай! Ваше высочество, я стар, еле на ногах держусь, а меня толкают. И прекрасно делают. Убрать! Убрать! Господин Коммергер, что же вы стоите? Произносите мою речь к народу. Слушаю, ваше высочество. Слушайте, я слушаю. Возлюбленные наши поданные! Его высочество, принц Лимон, благодарит вас за вашу преданность и за верноподническую сумятицу. Усердствуйте во славу принца Лимона. Напирайте вовсю. Эвиво! 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 Сынок, Чиполино, Чиполино, где ты? Я не вижу тебя. Где ты? Ай! Ай! Моя мозоль! Ай! Моя мозоль! Этот старый грубьян отдавил мне ногу! Какая дерзость! Оскорбление его высочества! Я же не виноват, меня толкнули. Страша! Деть его! Надеть наручники! Отец! Что они с тобой делают? В тюрьму! За решатку! Скрутить ему руки! Это опасный смутьян! У него в кармане был пулемет! Я сам видел! Вы врете! У моего отца в кармане был только окурок сигары! Он подобрал его на улице! Слышите, он сознался! Он подобрал пулемет на улице! Судить его! Преступник будет наказан по заслугам! Сказано! Сказано, сделано! Старика Чиполлоне судили и приговорили к тюремному заключению не только на всю жизнь, но и после смерти, потому что при тюрьме у принца Лимона было и кладбище. Много дней прошло, прежде чем Чиполлино удалось повидать отца в тюрьме. Арестант Чиполлоне на свидание! Чиполлино! Чиполлино! Отец! Чиполлино! Отец! 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 Бедный ты мой отец! Тебя засадили в тюрьму вместе с ворами и бандитами! Да что ты, что ты, сынок! Выкинь эти мысли из головы! В тюрьме полным-полно честных людей! А уж уж они плохого сделали! Да ничего! Вот за это их и посадили! Принца Лимона не понутру хорошие люди! А, значит попасть в тюрьму большая часть? Выходит, что так! Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот! Воры и убийцы у него при дворе состоят! А в тюрьму попадают честные граждане! Я тоже хочу быть честным гражданином, но только вот в тюрьму я попасть не желаю! Ну, Чипулино, Чипулино! Отец! Чипулино! Чипулино! Отец! Свидание окончено! Ой! Как уже? Ой! Ну, прощай, прощай, сынок! Прощай! Прощай, Чипулино! Прощай, отец! Теперь ты уже большой и можешь сам о себе позаботиться! Знаешь что, Чипулино? А? Отправляйся ты бродить по белу свету! Поучись уму-разуму! О! Как же мне учиться? Книжек-то у меня нет, да и купить-то их не на что! Не беда! Жизнь научит! Только гляди в оба! Изучай плутов и мошенников! Особенно тех, которые власть имеют! Потом! Что мне потом-то делать? Ну, сам поймёшь, когда настанет время! Ну, хватит! Хватит болтать! Убирайся обратно за решётку! Ну, прощай, отец! Ты потерпи немного, я ещё вернусь и всех освобожу! Ты? О, сынок! Не слишком ли ты на себя надеешься? Дело это нелёгкое! Вот увидишь, я своего добьюсь! А вот ты! Оборваешь! Держись отсюда подальше, если не хочешь сам попасть в каталажку! Ой-ой-ой, как я испугался, сеньор сторож! Прощай, Чиполин! Прощай, отец! На следующий день Чиполино поручил мать и братишек с заботом доброго дяди Чиполлы, которому в жизни везло чуть больше, чем остальным родственникам из луковой семьи. Он служил привратником. Сам же Чиполино, завязав свои вещи в узелок и повесив его на палку, отправился в путь дорогу. Все мы выросли на грядках, очень мы бедны! От того у нас в заплатках, от того у нас в заплатках куртки и штаны! За высокой оградой зреет апельсин! Ну, а мне оград не надо, ну, а мне оград не надо, я не дворянин! По всему известно свету луковиц семья! Чиполочи, Чиполета, Чиполочи, Чиполета! И, конечно, я! Я Цивуля, я Чипало, огородный лук! Я на грядке кончил школу, я на грядке кончил школу луковых наук! Но не век бедняги луку жить в гнезде родном! Хоть горька была разлука, хоть горька была разлука, я погинул дом! Я иду туда, где лучше, в дальние края! До свиданья, Чиполуча, Чиполата, Чиполача! Хоть я и друзья! Пока Чиполина идет, куда глаза глядят, мы расскажем о том, как старый бедный крестьянин Кум Тыква построил себе домишко и что из этого вышло. Нужно вам сказать, что Тыква еще с детских лет мечтал о том, как у него будет когда-нибудь собственный домик. И каждый год покупал по кирпичу для будущей постройки. Арифметики он не знал и время от времени просил соседа-сапожника, мастера-виноградину, посчитать ему кирпичи. О, Виноградина, ты же знаешь арифметику, посчитай мне кирпичи. Давай, давай, посмотрим, посмотрим. Так, шестью семь сорок два, девять долой. Словом, тут у тебя семнадцать штук. Семнадцать штук. А, и этого хватит на дом? Я бы сказал, что нет. О, а как же быть? Не хватает на дом, сложи из них скамеечку. О, скамеечка и без того в парке много, а когда они заняты, я и постоять могу. О, понимаешь, виноградина, мне домик нужен. Придется тебе тыкву еще кирпичей поднакопить. О, кун тыква решил работать побольше, а есть поменьше. Этак ему удавалось покупать по три кирпича в год, а иной раз даже и по пять. Правда, он стал худым, как спичка, но зато груда кирпичей на пустыре росла. Соседи качали головами и говорили, посмотрите-ка на кума тыкву. Можно подумать, что он вытаскивает кирпичи из собственного брюха. Так шел год за годом, пока не наступил день, когда кум тыква почувствовал, что он уже стар и не может больше работать. Тогда он снова постучался к своему соседу в виноградине. О, виноградина, будь так добр, посчитай мои кирпичи. Можно. Посмотрим. Значит, шестью семь сорок два, девять долой. Словом, теперь у тебя сто восемнадцать штук. Ох, сто восемнадцать штук. А этого хватит на дом? По-моему, нет. А как же быть? Не знаю права, что тебе сказать. Слушай, тыква, построй курятник. Да у меня нет ни одной курицы. Ну, так посади в курятник кошку. Кошка зверь полезный. И кошки... Она мышей ловит. И кошки у меня нет. А правду сказать, и мыши еще не завелись ни с чего, да и негде. Ну, что, ну, что ты кум все охаешь и вздыхаешь? Понимаешь, брат, очень много вздохов у меня набралось. Весь век свой я работал и только вздохи копил. Каждый день по вздоху. Нужно же их как-нибудь в дело пустить. Ну, чего ты от меня хочешь? Ну, клянусь, все ядра твои в мире. Сто восемнадцать. Это и... Это сто восемнадцать. Ни больше, ни меньше. Ну, так ведь. Вот тебе виднее ты арифметике учился. Что же придумать? Сам не знаю. Постой, сосед. Уж не построит ли мне совсем-совсем маленький домик? Мне ведь дворца не нужно. Там, где кирпичей не хватит, я бумагу приспособлю. Ну, это другое дело. Вот разве что бумагу. Тут кумтыква вздохнул разок-другой. Но, видя, что от вздохов ни одного кирпича не прибавилось, решил без лишних слов начать постройку. Он работал медленно и осторожно, боясь, что кирпичи разойдутся слишком быстро. Он клал их один за другим так бережно, как будто они были стеклянные. Ведь он так хорошо знал все свои кирпичики. Вот этот, это тот самый, который я принес десять лет назад на Рождество. Я купил его на те деньги, что скопил на курицу к празднику. Над каждым кирпичом он испускал глубокий-глубокий вздох. Поглаживал его, словно котенка. Но, когда все кирпичи кончились, у него в запасе осталось еще очень много вздохов, а домик вышел крохотный, точно голубятня. «Будь я голубем, я б там прекрасно устроился». А когда он попытался войти в дом, то угодил коленом в крышу и чуть не обрушил всю постройку. «А, стар, я стал и неуклюж, надо быть поосторожней». Он опустился на колени и на четвереньках, вздыхая, вполз в свой домик. Но внутри сейчас же начались неприятности. Встать нельзя, пробьешь головой крышу. Вытянуться тоже невозможно, домик слишком короткий. Повернуться боком не удавалось из-за тесноты. А как быть с ногами? Ведь надо было прежде всего втянуть внутрь ноги, а то, если пойдет дождик, они промокнут. «А, вижу я, что мне остается только сесть». Так он и сделал. Уселся в середине домика, осторожно вздыхая, и с озабоченным лицом выглянул в окошечко. Тем временем Чиполлино шел, шел, куда глаза глядят, и очутился в этой деревушке, такой маленькой, что даже название ее не было написано, на первом доме. «Господа, в блестящих шляпах наш обходит двор. Видно луковый им запах, Видно луковый им запах через чуростер. А у бедных мы в почете нет на всей земле, Уголка, где не найдете, уголка, где не найдете лука на столе. Я иду туда, где лучше, в дальние края. До свиданья, чиполуча, чиполета, чиполача, Катья и друзья!» Дяденька, здрасте, дяденька! Что это вам взбрыло в голову сюда забраться? Хотел бы я знать, как вы отсюда вылезете. О, это легко. Войти труднее. А это что ж, ваш дом? Да, он, правда, маловат. Но пока нет ветра, здесь неплохо. Скажите, пожалуйста, а вам не узко в плечах? Нет, я строил его как раз по своей мерке. А кто ты такой, паренек? Как тебя зовут? Меня зовут Чиполино. Я сын старого Чиполоне. А, я с удовольствием пригласил бы тебя в свой дом. Но здесь вдвоем не поместится. Ничего, я вот облокочусь о крышу и передохну малышу. О, осторожней, осторожней. Ты обрушишь мне весь дом. А, ну, тогда я на пенек присяду. Что это? Кто это мчится сюда? Ох, несчастье. Чья это карета? Отчего по всей деревне, словно перед бурей, закрывают окна и двери? Смотри, смотри, даже кошки и собаки удирают со всех ног. Ох, это едет кавалер Помидор. Кто он такой? Это главный правитель, графинь Вишень. Ох, чтобы мне провалиться сквозь землю вместе с моим домиком. Ох, вор, разбойник, мятежник. Ты построил себе роскошный дворец, На земле, которая принадлежит графиням Вишням. Ты намерен провести остаток своих дней в безделье, Насмехаясь над двумя почтенными, Престарелыми, несчастными сеньорами, Вдовами и круглыми сиротами. Ох, злодей, вот я тебе покажу. Ваша милость, сеньор управитель, Уверяю вас, что у меня есть разрешение построить здесь домик. Это разрешение дал мне еще сам граф Вишня. Граф Вишня умер тридцать лет назад мир его праху. Земля принадлежит графиням. И сделай такое одолжение и убирайся отсюда вон. Я действую по закону. Это тебе скажет адвокат. Господин адвокат, сеньор Зеленый Гороший, где вы там? Я здесь, Ваша милость, к вашим услугам. Скажите этому бездельнику именем закона, чтобы он немедленно убирался отсюда. Да, видите ли, действительно, то есть... Что вы там бормочете? Действительно, действительно, недействительно. Адвокат вы или нет? Да, Ваша милость, я адвокат. Я специалист по гражданскому уголовному каноническому праву. Я окончил университет в Саламанке. Я уч... Ученый, понятно, довольно. Если вы адвокат, значит, я прав. Можете уходить. Салушаю, сеньор Управитель. Салушаю, как вам будет угодно. С позволения Вашей милости я у... Удаляйтесь, удаляйтесь. Ну, тыква, удирайся прочь отсюда. В этом домишке я поселю сторожевую собаку. Иди сюда, Мастинова. Я посажу тебя на цепь. А ты знай свое дело, сторожи. Мах-мах-мах-мах-мах-мах! Мах-мах-мах! Я синьор помидор, Красен я и пышен. А служу я с давних пор У помещиц вишен С каждым днем я расту Наливаюсь соком Потому что на посту Нахожусь высоком Я не лук, не морковь Мелочь огородная У меня под кожей кровь Очень благородная Я, сеньор, помидор С кожею атласной И вступать со мною в спор Овощам опасно Да Ваша милость Как? Ты еще здесь, тыква? Убирайся отсюда! Куда же мне деваться? А мне какое дело? Правильно, Мастин? Правильно, правильно А если тебе так уж хочется иметь дом То знай Ты всегда можешь найти приют в тюрьме Там для всех найдется место Верно, Мастино? Верно, верно Теперь хозяин домика я Староживой пес А тут под крышей Прохладнее Отняли Домик Что? Как это отняли? Конфисковали На законном отставании Ты разве не слышал, что сказал адвокат? Адвокат ничего не сказал Ты еще смеливаешься спорить, несчастный? Ваша милость Я и рта не открывал Что? А кто ж тогда говорит? Шенник Плут Кто это говорит? А, знаю Наверное, твой сосед Этот мятежник Виноградина Эй, сапожник Я прекрасно знаю Что здесь, в мастерской День и ночь Произносятся мятежные речи Против меня И против благородных Графинь Вишан Вы не питаете Никакого почтения К этим высокородным особам К этим вдовам Круглым сиротам Ну, где вы там? Не откликаетесь? Погодите Погодите Придет и ваш черед Посмотрим Кто будет смеяться последним Придет и твой черед Помидоры Тогда ты лапнешь Что такое? Кто это? Мое почтение Сеньор Помидор Откуда этот мальчишка? Почему он не на работе? Я не работаю Я студент Студент Скажите, пожалуйста Вот еще новости Что ж ты изучаешь? Где твои книги? Я изучаю негодяев, Ваша милость Как раз сейчас у меня перед носом Один экземпляр Да? А где он? Ты знаешь, в этой деревне все негодяи Если ты нашел нового Так покажи мне его Охотно, Ваша милость Вот Вот Зеркальце, которым я обычно пускаю солнечных зайчиков Поглядите-ка в него А ну, дай сюда Вот он этот негодяй Да Видите? Да, да, да Видите физиономию красную, как огонь Видите? Злые маленькие глазки Видите? Большой узкий рот Вроде щели у копейки Видите? Ну вот Да, да, да Охот Что? Что? Что такое? Так это же я сам Правильно Ах ты оборванец Погоди Я тебе покажу, как насмехаться над главным управителем Я тебя заволся от тоскали Ой, ой, ой Ой, ой Ваша милость Вы знаете целого батальона мошенников Ой, что? Я покажу тебе плут Я у тебя все волосы выдеру Так, так Дергайте сильнее Произошло то, что и должно было случиться Страшный кавалер Помидор забыл, что волосы у Чаполина луковые Он вдруг почувствовал, что у него ужасно щиплет глаза От едкого лука у него хлынули слезы Скоро они полились, как фонтан Даже как два фонтана Слезы текли у него по обеим щекам Два ручья так обильно Что залили всю улицу Словно по ней прошел дворник со шлангом Проклятый, проклятый луковый мальчишка Этого со мной никогда не случалось В жизни я не пролил ни одной слезинки И лука тоже никогда не чистил Нужно уезжать отсюда Эй, кучер, лошадей А ты, мальчишка, дорого заплатишь мне за эти слезы Уехал Уехал Выходи, смелее, сосед Клянусь всей драт твоей в мире Наконец-то нашелся молодец Который заставил плакать Кавалера Помидора Слушай, паренек Иди ко мне в ученики Научиться заплатки ставить Сапоги точать Ладно А чтобы не скучать за работой Песню споем Я сижу за верстаком Песню напеваю И в подметки молотком Гвоздики вбиваю В мастерской моей чини Рваные ботинки Станут новыми они Выйдя из починки Я сапожник удалой Бедникам и тари Шью я толстую иглой Тонкие сандали Бью усердно молотком По чужим щеблетам А хожу я босиком И зимой, и летом Слух о том, что мальчик Чиполино Заставил плакать Кавалера Помидора Облетел всю деревушку К мастерской сапожника виноградины Потянулись соседи Первым пришел деревенский музыкант Груша со скрипкой под мышкой За ним влетело целое облако Мух и ос Потому что его скрипка Была сделана из половинки Сочной ароматной груши А, как известно, мухи и осы Большие охотники До сладких фруктов Мое почтение, мастер виноградина Здравствуй, мальчуга Сеньор музыкант Обратите внимание На вашу скрипку Села огромная муха Ай-яй-яй-яй-яй Что же теперь делать? Кыш! Кыш! Проклятый! Лети прочь! Сейчас я ее прихлопну Осторожно Спасибо, мальчуга Впрочем, мухе еще полбеды А вот прошлым летом В мою скрипку Вполз червяк Да-да-да-да Он прогрыз в недлинные коридоры И скрипка стала фальшивить Вот так Инструмент был испорчен И мне пришлось Приобрести новую скрипку И вы послушайте Как она прекрасно звучит Я очень рад Здорово, браво! Здорово, соседи! О! Здsorryей Виноградину Кто это, а? Наш зеленщик Лук-порей Какие у вас усы Кыш, сеньор зеленщик Длинные, придлинные Да, просто усиками их не назовешь Из-за этих усов у меня масса хлопот Когда моя жена хочет сушить белье, она сажает меня на балкон Привязывает мои усы к двум гвоздям и развешивает на них простыни А я должен сидеть на солнце и ждать, пока белье высохнет Тише, соседи, что это? Проклятый пес проснулся и вылезает из домика Да-да, высунул язык от жары Надо что-нибудь придумать Пойдемте, соседи, мальчуган сам с ним управится Я сапожник удалой, бедникам Италии Шью я толстую иглой, тонкие садали Бью усердно молотком по чужим щеблетам А хожу я босиком и зимой, и летом Чего-то я наелся сегодня утром Может быть суп слишком пересолил Язык прям огнем горит Кого бы послать за пивом в таверну Я сижу в таверсток, песню напеваю И под ночью молотком Мальчик Мальчик, мальчик Вы ко мне обращаетесь, сеньор К вам, молодой человек Принесите мне, пожалуйста Ну, хотя бы пару пива Я бы с удовольствием сбегал, сеньор собака Но вот как раз сейчас хозяин дал мне починить Пару сандалий Так что я никак не могу отлучиться Мастерской моей чини Рваные потери Проклятие Зачем помидор посадил меня на цепь Я умру здесь от жары Пойду Пойду в тень Сейчас я тебя угощу Где тот порошок Который хозяйка принимает от бессонницы Ага, вот он Так, нальем теперь в бутылку воды Так, всыпем туда порошок Так, взболтаем хорошенько Вот так В тени еще жарче Что это? Эй, эй, эй Мальчик Что это у вас в бутылке? Где? А, это вода Вода И хорошая вода Ну, еще бы Это вода лучше всякого ликера А в ней нет микробов Помилуйте Это чистейшая вода Продистиллированная профессором из университета Ммм, какая прохладная чистая водичка А как это получается? Молодой человек Вы пьете, а бутылка все время остается полной Дело в том, что это волшебная бутылка Это подарок моего покойного дедушки Это такая бутылка, которая никогда не пустеет А вы мне дадите выпить глоточек Умираю от жары Глоточек? Вы можете сделать хоть дюжину глотков Оно все равно останется полной Покорнейше благодарю Пожалуйста, пожалуйста Пейте, пейте на здоровье Как? Уже все? А вы мне сказали, что это волшебная бутылка Нехорошо с вашей стороны Обманывать старую собаку Спи, спи Так, с тебя хватит Сейчас мы отвяжем цепь Так Сейчас мы его вытащим отсюда Так Дяденька тыква Дяденька тыква Идите-ка сюда Ваш домик свободен Домик свободен Спасибо тебе, мальчуган А куда ты тащишь мастина? Что ты хочешь с ним сделать? Несу его сейчас в замок графинь Вишин Ой, какой тяжелый Так, спи, спи себе Передай от меня привет кавалеру Помидору Бьюсь орном молотком По чужим щеблетам Охожу я босиком И зимой, и летом Да, вот положение Плохо дело с соседями, плохо Кавалер Помидор этого никогда не простили Клянусь всей дратвой в мире Его два раза одурачили Бедному тыкве не сдобровать В чем-то все и делал Привет, сеньоры А, мальчуган Мальчуган, скажи, а где пес? Его получили от меня в подарок графиньи Вишни А мы тут толкуем, как быть тыкве Что ты скажешь, Чиполино? Ведь помидор ему жить не даст Очень просто, надо спрятать домик Если бы это был дворец Я бы, конечно, этого не посоветовала Но домик такой маленький Что его ничего не стоит запрятать Нужно его увезти и поскорее Я уверен, что он вполне поместится На тележке тряпичника Послушай, девочка Девочка Как тебя зовут? Редиска Послушай, девочка Пожалуйста, сбегай к тряпичнику И попроси у него тележку на полчасика Хорошо Поднять дом на тележку А он не развалится Не беспокойся Ему там будет прекрасно А куда же мы его спрячем? Да можно пока поставить его ко мне в погреб А там посмотрим А если помидор узнает? Тише, адвокат идет А что это вы, господа, на меня коситесь? Помидор от меня никогда ничего не узнает Я не доносчик Я адвокат Ну ладно, ладно Проваривай Пожалуйста, я у... Удаляйся, удаляйся Вот и тележка Так, куда же нам спрятать домик? Да говорю ко мне в погреб В погребе мой домик отсыреет И может испортиться Постойте А почему бы нам не отвезти домик в лес? А кто там за ним присмотрит? Очень просто Я хорошо знаком с кумом Черникой Он дровосек, живет в лесу Можно поручить домик ему, а там будет видно Так и сделаем Ставьте домик на тележку Осторожней, осторожней Не сломайте его Да не беспокойтесь вы, дяденька тыква Раз, два, дружно Раз, два, сгори Готово? Это твой домик-то тыквы весит не больше птичий клет Поехали! Эй, кум Черника Мое почтение, сеньор музыкант Здравствуй, здравствуй, кум Скажи, пожалуйста, как у тебя обстоит дело с жильем? И я проживаю в прошлогодней каштановой скорлупе Здесь я чувствую себя превосходно вместе со всем своим имуществом А какое у вас имущество, дядя Черника? А как же Сломанные ножницы, заржавленная бритва, иголка с ниткой и корочка сыра Мы привезли вам новый дом Вот он Можешь временно в нем поселиться Нет, что вы, что вы, нет, я никогда не соглашусь Это же невозможно Ну что ж я буду делать один в этих хоромах? Нет, никогда не приходилось жить в таком большом доме Уж лучше я останусь в моей каштановой скорлупе Да понимаешь, Черника, нужно помочь старому тыкве Нужно поберечь его дом А, так это, это другое дело Я всегда готов услужить старику Ты помнишь, друг тыква, однажды я заметил у тебя на спине червяка Я сразу предупредил тебя А как не помнить? Ведь этим можно сказать, ты спас мне жизнь Соседи, снимайте домик Раз, два, три Раз, два, дружно Вот так Гаспадин помидор Гаспадин помидор Что такое? Кто меня здесь проходит? Что? Это вы, сеньор, а вот так Ну, в чем дело? Гаспадин помидор Дом старого тыквы И, и, исчез Что? Они его у, у, щ, увезли Увезли? А, 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 а ты чего смотрел? Разиня По, 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 растите Куда они его девали? Не, не, не знаю Ой, не, не заметил Негодяи Вот что Бегите немедленно в город Вот записка Вот, вот Пусть принц Лимон Пришлет сюда солдат Мчись стрелой Я расправлюсь с этими мятежниками Удаляйтесь, удаляйтесь Треть, четыре, бед Треть, четыре, бед Хватайте, хватайте их всех подряд Они все изменники, крамольники, фунтовщики Вот он, вот он, сапожник, взять его А это кто? Музыкант-круша Арестовать его вместе со скрипкой Тыква, тыква, где? Поведи его, где он? Я здесь, ваша Нила Сядьте его Три-четыре, 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 шесть Отвести их в замок, бросить в подземелье А Чиполино? Где этот обор? Вы же нашли его? Никак нет А-а-а, проклятие! А лук-парей? Нигде не видать А лук-парей вовсе и не прятался Он неподвижно сидел на балконе Усы его были туго натянуты, как веревки И на них сушилось белье Солдаты приняли его за обыкновенный столб И прошли мимо, не обратив никакого внимания Зато они арестовали тыквочку, внучку старого тыквы А так как она отказалась идти, то солдаты просто толкнули ее и покатили до самых ворот замка Ведь она была совсем кругленькая Как ни старались лимончики, им все-таки не удалось арестовать Чиполино Он преспокойно сидел на заборе вместе с девочкой-редиской и глазел на суетившихся солдат Эй, ребята, не видели где-нибудь опасного мятежника по имени Чиполино? Никак нет, господин старший лимончик Говорят, он спрятался под фуражку вашего офицера Поищите его там, господин старший лимончик Фу! Бездельники! Вот вы и узнали немного о приключениях Чиполино О том, как его старый отец наступил на мозоль самому принцу лимону Как Чиполино заставил в первый раз заплакать кавалера помидора Как одурачил он злую собаку Мастину Как спрятали в лесу домик бедняка тыквы Как свирепый помидор велел арестовать всех, кто помогал тыкве И как Чиполино удалось остаться на свободе Чиполино решил во что бы то ни стало освободить всех своих друзей А девочка-редиска обещала помогать ему во всем Удалось ли им это? Скоро мы снова встретимся с Чиполино И тогда узнаем, что случилось дальше Я иду туда, где лучше, в дальние края До свиданья, Чиполуча, Чиполадо, Чиполуча, братья и друзья До свиданья, Чиполуча, Чиполадо, Чиполуча, братья и друзья Продолжение следует...